приветствую коллеги ассалам алейкум мир дому вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен тому как выполнять команду с ограничением по времени если вы на месте если вы готовы с вас плюс в чат проверка связи ми 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 ну а я буду начинать для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко и сертифицированный инструктор академицийской линукс профессионал института кандидат технических наук по специальности информационной технологии ну а здесь я представляю университет садиком где мы помогаем студентам начать эти карьеру айти специалистам повысить квалификацию повысить экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высококвалифицированные кадры мастер-класс это новый формат обучения основанный на принципе леонин байдуин обучение на практике или практическое обучение соответственно коллеги я буду все рассказывать показывать объяснять демонстрировать но ваша задача за мной все повторить как результат у вас появится вот те самые знания умений навыки которые вы сможете продать работодателю зарабатывать больше но и вообще изменить свою жизнь к лучшему к стабильному прогнозируемому лучшему итак поехали чему же нас будет посвящен сегодняшний мастер-класс коллеги бывает такое в жизни что вы выполняете какие-то команды ну и нужно завершить вот этот процесс вот эту вот команду через определенный период времени понятной идеи да то есть вы что-то запустили и нужно завершить там через пять минут через десять через десять часов через неделю и так дальше и вот возникает вопрос как правильно как грамотно запускать команду с ограничением выполнение по времени вот такой у нас интересный классный мастер-класс поэтому присоединяйтесь до открывайте консоль в вашем линуксе и будем собственно с этим работать здорово на самом деле интересная команда я больше чем уверен то что многие даже продвинутые ребята сегодня узнают что-то новое и так коллеги для того чтобы легче вам было все это дело выполнять как бы и меньше всматриваться в видео мы для вас специально подготовили статью статью в нашем блоге садиком ссылку на эту статью вы найдете под этим видео в чате в описании поэтому можно будет перейти на на блог на статью и собственно здесь воспользуется control c control в и вглядываться в видео да то есть вот такой вот момент и так что нам понадобится для выполнения сегодняшнего мастер-класса обычный линукс я буду вот собственно запущу запущу гвейк терминал да то есть у меня терминал готов я в нем сразу буду все тренироваться ну таким образом вы тоже запускаете ваш терминал баш и собственно поехали и так коллеги как же нам выполнять команду с ограничением по времени для этого есть такая вот утилита который называется называется тайм-аут соответственно с помощью этой утилиты тайм-аут вы можете задать через какой период времени завершить вот ту самую команду которую нужно ограничить по времени здорово здорово да то есть эта команда это утилита вот она встроена в в ваш 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 башда поэтому тайм-аут минус минус help собственно коллеги вы можете познакомиться с тем как пользоваться этой командой пожалуйста вот все необходимые опции да и соответственно вот фориграунда kill of the duration сигнал да то есть вы можете указать вот завершить мягко это все дело или действительно прям убить да то есть пожалуйста посмотрите как пользоваться help а ну а я буду переходить к примерам всего этого дела и так поехали значит help показал поехали значит что мы будем использовать в примере сегодня мы будем завершать выполнение команды ping через 5 секунд я кстати вот хочу своим личным опытом поделиться я использую команду тайм-аут для ограничения выполнения торрента торрента да есть такой торрент клиент под linux он работает прямо в командной строке вот называется он r торрент очень прикольный прям рекомендую то есть вы можете запускать это все дело да я например запускают там торренты ночью на серверах когда нагрузка минимальна ну и соответственно там после 6 утра нужно как-то завершить этот торрент торрента и соответственно торрент клиент r торрент вот таким образом пользуюсь командой тайм-аут очень удобно но я здесь не буду запускать р торренты показывают чем этом за торренты я в примере покажу использование тайм-аута на команде пинг таким образом в этом примере мы будем завершать мы будем завершать команду пинг через 5 секунд и так давайте тренироваться пишем тайм-аут дальше указываем время через которое завершить нашу команду я буду завершать через пять секунд для удобства ну а дальше пишите ту команду которую нужно завершить ну например пинг 192 168 88.1 да и соответственно вот я нажал ждем пять секунд раз два три 4 5 все пожалуйста до завершилась завершилась да то есть вот через пять секунд мы завершили вы можете сделать коллеги не пять секунд там ну не знаю дольше там 10 секунд понятно да то есть я например р торрент завершал там через семь часов через восемь через пять очень удобно да то есть вы можете задать тот период через который вы хотите чтобы да действительно все это завершалось посмотрите здорово на самом деле так то есть запустились само завершилось не нужно там думать переживать там что-то там вот да вы можете нафигачить скрипт я не спорю можно сделать скрипт на баши там и псом узнать номер процесса потом его килнуть зачем зачем так говорится через через задницу доставать гланды когда есть хорошая команда тайм-аут здорово да поэтому коллеги тренируйтесь прямо сейчас запускайте и пробуйте вот такой вот важный момент значит какие есть опции опции которые можно задавать в тайм-ауте можно задавать вот я в примере 10s это через 10 секунд до можно задавать м минуты минуты можно задавать age часы можно задавать дни то есть вы можете завершить там вашу команду через там например там 10 минут до если 10 минут то соответственно надо будет подождать и через 10 минут это дело все завершится поэтому опции логичный понятный это же можно пользоваться здорово здорово да то есть вот такие вот как бы прикольные вещи можно использовать собственно пользуйтесь коллеги прямо очень сильно рекомендую дальше важный момент бывает такое что вы что-то запустили да вот запустили но на обычный классических всех терм ваш процесс ваша команда не реагирует ну и нужно по сути сделать килл дамки так вот коллеги команда тайм-аут также поддерживает вот эту опцию килл соответственно дописываете kill after ну или сокращенно минус к и соответственно можно тоже это дело все завершать ну принцип точно такой же итак поехали значит тайм-аут дальше минус к минус к до дальше задаете сколько там через например там какой вас танкил будет там да вот дальше 15 через 15 секунд ну и например дальше идет наша команда пинг 888 да и пожалуйста ждем ждем так 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 значит если он не сработает да то тогда мы завершим если значит еще раз то есть как это работает коллеги в начале отправляется всех терм но если процесс не реагирует то есть через вот 15 секунд если не среагировал то тогда через пять уже мы делаем всех килл удобно удобно да то есть если почему разница вот это пять секунд дело в том что бывают такие процессы которым нужно время для завершения для завершения не все так быстро останавливаются ну например тот же торрент торрент он тоже медленно останавливается вот поэтому как бы рекомендую использовать с опцией с опцией тоже минус к минус к вот таким образом это дело все работает опять таки попробуйте у себя посмотрите как она все здорово и так едем дальше значит собственно с командой таймаут все все да вот вот все опции показал принципе если вас все получилось как у меня напишите в чат цифру 1 и это значит что вы супер-купер молодец что вы прям все потренировались все у вас получилось ну а мы будем переходить дальше значит еще одна весьма полезная команда принцип работы ее похоже на таймаут эта команда тайм лимит тайм лимит тайм лим 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 лимит лимита но какой важный момент то что этой команды по умолчанию нету в системе да то есть не во всех дистрибутивах по крайней мере она установлена поэтому нужно установить установить тайм лимит по умолчанию нужно установить то по крайней мере вот в убунте и так поехали суда апт инсталл тайм лимит так тайм лимит тут я ввожу свой пароль какой мне пароль так 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 тайм лимит и пожалуйста у меня тайм лимит появился time limit минус минус help тоже можно посмотреть опции да значит опции здесь на самом деле их не так уж много вот наверное лучше почитать man страницу time time limit так значит а если почитать man страницу то здесь прям более детально все расписано коллеги основные опции здесь пожалуйста вот расписаны прям какие буквы за что отвечать поэтому пожалуйста посмотрите есть опции которые заданы по умолчанию вот ну например сихки обычно это 9 там да да значит вот тоже можете посмотреть тогда вот kill time 120 секунды фалда то есть значение в арнтаем 3600 да то есть вот вот пожалуйста тоже это дело посмотрите более детально ну а мы с вами сейчас это дело все на примере разберем и так по умолчанию какие у нас опции значит минус т опция по умолчанию равна 3600 секундам это максимальное время выполнения процесса в секундах до отправки варнсик да то есть ну как бы вот вот столько ваш процесс может работать после этого будет отправлен собственно варнсик дальше вот вартайм это 15 секунд опция минус с вот соответственно отправляется вот через 15 секунд дальше kill time по умолчанию 120 секунд да то есть келс их по сути будет ваш процесс завершён вот ну и вот по умолчанию отправляется 9 9 сигнал да ну вот это мы с вами смотрели то есть что это означает это означает что по умолчанию time limit уже идет с определенными секундами там то есть вот на это нужно обратить внимание соответственно по умолчанию вам нужно будет эти параметры взять и поменять и поменять то давайте посмотрим пример то значит пример мы будем завершать завершать например tail но можно кстати и пинг тоже а вот через пять секунд через пять секунд то давайте тоже попробуем так здесь у меня здесь у меня так освободил и так поехали time limit и мид дальше минус т опцию мим мы меняем делаю пять секунд дальше например tail минус f там да ну можно и кстати на пинг тоже вот так так лог и например все слов давайте посмотрим и соответственно вот мы запустили запустили ждем пять секунд вот и пожалуйста time limit в сентин варнин сигнал 15 да то есть вот через пять секунд был отправлен сигнал об завершении ну и соответственно наш tail завершился понятный день да то есть вот таким вот образом коллеги вы можете все эти опции менять меня это еще раз по умолчанию т время выполнения 3600 но вот мы взяли и изменили на 5 секунд опять таки можно сделать больше можно меньше вот но в чем преимущество time limit а в том что у вас по сути уже задан там время когда будет келсик это 120 секунд а то есть если если там ничего не происходит там дату то будет вырубать его сама да то есть по сути по сути time limit по сути тот же самый time out но уже заданными по умолчанию опциями заданными по умолчанию опциями да но какой недостаток это то что время здесь задается видите пять в секундах в секундах а в тайм-ауте вы время можете задавать прям днями вот и как бы там не переводить эти дни там в минуты секунды там вот по вот вот такой вот собственно важный момент запустили подождали и все как бы задали все это дело вот пожалуйста завершилась да то есть вот такой вот принцип этого дела и так коллеги в кого получилось с тайм-лимитом все как у меня ну или плюс-минус как у меня пожалуйста напишите цифру цифру 2 в чат и это означает что вы супер-пупер молодец и у вас все действительно получилось как у меня вот такие вот собственно интересные опции мы сегодня с вами использовали коллеги если для вас сегодняшний мастер-класс был весьма весьма полезным или если вы узнали хотя бы что-то полезное то пожалуйста оцените наш мастер-класс лайком впадобайкой нравликом ну или просто поставьте палец вверх но если для вас интересна тема линукса сетей кибербезопасности программируемых систем то мы вас приглашаем на курсы где вы сможете систематизировать все ваши знания разложить это дело все по полочкам научиться всему этому делу на принципе ленен пойду и данность на практике я вам так все показываю вы повторяете и все получается да то есть вот как бы идеально простое максимально простое обучение эффективное обучение и самое важное коллеги мы еще даем скидку на международную сертификацию то есть на выходе вас будут международные сертификаты и мы еще помогаем с трудоустройством в большие международные компании поэтому приглашаем вас на курсы ссылочки есть в описании приходите мы с удовольствием вам поможем ну а на этом все ассалам алейкум мир дому вашему берегите себя своих близких несите тяготы друг друга помните что сила в единстве поэтому если у вас что-то не получается то пишите комментарии под видео мы их все читаем ну и собственно я на них отвечаю ну и коллеги предлагайте темы для будущих мастер-классов с удовольствием для вас это дело все чтобы проделать на этом все всем пока